Управлять водой во дворе через гаджеты и больше не ходить по огороду с лейкой. Такую задачу перед собой поставил юный программист из Хамутова. Школьник уже изобрел умную теплицу, которая может заинтересовать многих предпринимателей. Мы задали некоторые параметры по температурам и теперь у нас по температуре закрывается и открывается. Простая на первый взгляд постройка вмещает в себя инженерные, компьютерные и даже интернет-технологии. Например, окна здесь открывают два автомобильных стеклоподъемника, ориентируясь на термодатчики. Саморегулируемую систему разработал 15-летний Никита из Хамутова. Теперь общается с теплицей через гаджет. При перегреве приходит СМС и даже снимок урожая. А при температуре ниже 16 градусов запускается обогреватель. Просто писать программу – это не очень интересно. А вот когда пишешь программу, видишь, что она работает реально, что-то двигается, это очень интересно. Умная теплица уже себя оправдала. Раньше посадки часто сгорали от солнца, либо замерзали. В планах дополнить конструкцию автополивом и заходить лишь за урожаем. А пока хочешь не хочешь, приходится откладывать гаджеты и браться за лейку. Свой проект школьник уже представлял на различных конкурсах. Эксперты в области робототехники натолкнули на мысль реализовывать его не только в своем дворе. Ведь разработка привлекает дешевизной. На материал ушло чуть более 6 тысяч рублей. Тогда как фирмы за аналогичные проекты берут в разы больше. Делать автоматизированную теплицу на заказ юный инженер пока не планирует. Для этого нужна целая команда специалистов. Система хоть и выглядит простой, но требует постоянных доработок и устранения сбоев. Никита намерен усовершенствовать навыки программирования в собственном дворе. И возможно вскоре умная здесь будет далеко не только теплица. Никита не скрывает им, как и мировым прогрессом. Движет лень. А потому школьник уже придумывает робота, чтобы копал за него грядки. Использовать у меня сына решила и мама. Сын хотел бы, чтобы роботы грядки копали. А мне бы хотелось, чтобы они пол мыли хотя бы в квартире. Насколько умным станет их жилье, когда Никита закончит обучение и станет программистом, его родители лишь догадываются и всячески помогают. Отец-инженер показал, как проводить в стайке автоматические поилки для птиц. На очереди у семьи еще много проектов, которые упростят быт. Ангелина Селина, Михаил Глызин. Новости по будням. Корректор А.Кулакова